здравствуйте дорогие друзья вопрос два месяца назад у меня нашли рактоцелия второй степени была анальная трещина трещину мне прооперировали и рактоцелия и сказали делать какую-то лечебную гимнастику речь здесь прежде всего идет о том что да действительно все эти упражнения не весьма и весьма полезны и существует на сегодняшний день очень много всевозможных тренажеров для укрепления мышц тазового дна они могут быть и механические там и электрические с вибрацией огромный рынок предлагает сегодня всевозможных препаратов но самое простое это упражнение кегеля который в принципе ничего не требует и могут проводиться в любом месте в любое время что они позволяют они позволяют укрепить мышцы тазового дна и очень часто мы их рекомендуем действительно и после операции рактоцелия и до операции скажем операция рактоцелия после нее восстанавливается анатомия мы все ставим как бы на свои места но сила мышц она все-таки ослаблены и поэтому вот эта работа по укреплению мышц она приведет довольно таким весьма и весьма положительным эффектом но прежде всего это усиление силы мышц промежности в целом это в какой-то степени дальнейшая профилактика опущения скажем стенок передней и задней скажем ректа цели циста цели это вообще профилактика как бы в какой-то степени опущения тазовых органов у женщин половых я извиняюсь органов у женщин это какой-то степени лечение слабости сфинктера заднего прохода в конечном итоге это и также усиление и улучшение сексуальных качеств женщины продлевание как бы ее детородного периода а у мужчин тоже да у мужчин тоже это в общем-то профилактика хронического простатита и так упражнение кегеля огромное количество вариантов я под роликом дам сноску есть есть значит неплохая книжка где очень подробно описаны все эти упражнения но такой вот вариант который я как бы вам предлагаю он следующий значит мы втягиваем в себя как бы анальной зоной как бы всю промежность мы втягиваем вовнутрь и делается 10 вот таких вот упражнений начали медленно вот смотрите мы втягиваем то есть не надо ни в коем случае работать сокращать бедрами мышцами ног именно мышцы промежности работает констриктор влагалище работает целая группа мышц на промежности там их огромное множество и так мы втягиваем медленно раз два три 4 и медленно отпускаем 1 2 3 4 еще раз стягиваем с 2 3 4 и обратно вот таких упражнений 10 в начале производим производим а затем быстрых примерно раз в секунду 30 30 упражнений 1 2 3 4 5 6 7 8 и так далее до 10 вот это как бы у нас один цикл и таких циклов нужно повторить 3 раза 3 по 10 медленных 3 30 быстрых тоже 3 раза когда упражнение это делать когда угодно упражнение эти можно делать утром буквально сразу после пробуждения можно делать во время завтрака можно делать в автомобиле по дороге на работу даже во время еды никто не видит никто ничего не знает лучше их делать два раза утром и вечером что самое главное самое главное это как и в любых упражнениях как и и в спорте вообще это регулярность не так что поделала неделю и забросила если делать постоянно то эффект рано или поздно будет и при этом каждый раз вы будете ощущать еженедельно что у вас как-то как бы прибавляется сила значит можно уже делать не 10 сокращение медленных а скажем 12 и потихонечку прибавлять то есть уже 12 медленных и скажем 35 быстрых из каждой недели по чуть-чуть по чуть-чуть прибавлять но не доводить себя конечно да до прямо такие фанатизма до истощения нет ни в коем случае так же как и фитнесе так же как и при работе с железом всегда надо чувствовать свой организм и понимать что лучше немножечко не доделать чем вот переделать и потом чтобы мышцы как бы ну не устали вот друзья мои то о чем я хотел вам рассказать в следующем ролике я вам покажу как мне кажется более эффективные упражнения которые можно делать сделать сам тренажер совершенно спокойно своими руками и об этом давайте поговорим в следующий раз всего вам доброго вопросы есть задавайте я отвечаю до свидания о